Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешен. Номер 1430. Событие дня. 1 Коринфянам 12.28. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. За 12 ноября 2019 года. И обращение о помощи, кто желает помочь купить комбайн. Курсором затормозите, чтобы вам можно было до конца прочитать. Курсором затормозите, чтобы вам было до конца прочитать. Это говорит о красной нити на левой руке, которую продают, думая оберег. Что она означает? Подробно. Вот она, красная нить. Я его выделю, чтобы можно было просчитать. И потом легко можно было найти. Красная нить. Её продают за деньги. Вот она, пожалуйста. Каббалистический оберег. И главное, чтобы кто-то навязал 7 узлов. Ну всё. А на самом деле ничего нет. Но на самом деле это отречение от креста. Всё пояснено. Хороший материал. Ауру тела через левую руку входит всё это. Так они объясняют. Ну стоит только верить, и всё. И главное, чтобы пошло от Рахиле. Ей Якоб навязал, якобы, якоб. И тогда она родила. Ну то есть бредни пьяных старух. Ничего этого в Библии нет. А кроме Библии других источников вообще нету с тех времён. Самый большой бизнес делается в магазине сувениров каббалы. Как известно, каббалисты являются приверженцами всяческих символик, нумерологии. А люди начинают всё подбирать. Галстук надевают. Зачем? Он не может объяснить. Галстук снял обязательно, чтобы расстёгнутый был. Если костюм, то застёгивается только одна верхняя пуговица. Это всё их знаки. И вот смотрю, президент идёт одинаково всех. Чтобы снял галстук и был застёгнут, ни одного не встретил ещё. Так, простой человек ещё может, а эти, которые там, нет. Новорождённым младенцам от сглаза, сглаза. Ну, крест Христов побеждает дьявола. Крест. Да воскреснет Бог, надо считать. Вот как раз тут молитва есть. Вот да воскреснет Бог. Вот Рустик сколько писал. Не знал, куда себя применить. Рождение свыше. Теперь побыл. Его там где-то оббили. Даже врачом. Ну и потом, говорит, когда приехали уже отдыхать. В это время я напился. Противно стал. Ну, то есть, покаяния-то истинного нету. Жалко человека. И вот что было в этот день. Ну, 12 ноября. Выпал впервые снег. И даже, может, сантиметров на 10. А то и больше кое-где. Почти на целый месяц. Ну, что тут? 14-й. Вот оно рядом. А 14 октября покров. Как считается, земля снегом покроется. А все еще земли не было. И поэтому снега нет. Морозы есть. И а зимой, что посеяли, все может вымерзнуть. Вымерзнуть. Жалко-то как. У нас там огромные поля. Ну, тут наши ресурсы смотреть. Целый день тут занимаюсь своими делами. Накормить надо жуланов, большие синицы, воробьев, кошек. Тоже забота. Слажу пока на голубятню. И вот вечером тут кое-как дождался Володя. Там дорога и пробка какая-то была большая, говорит. Ну, слава Богу. Мы дома. Как раз вчера Игорь приезжал, барабаш. Староста деревни, фермер из деревни. Все. Во славу Божию.